В телеграм-канале промышленного района сообщают, что за боевые отличия участников СВО отмечают различными государственными наградами, которым прилагается единовременное поощрение. Подробнее о выплате можно прочитать в карточках, подготовленных при поддержке Минобороны России и рабочей группы по вопросам СВО. Поощрение выплачивается как самому военнослужащему, так и в случае его гибели, супруге, состоящей с ним в браке, или родителям, детям, тем, кто находился у него на иждивении. Поощрение положено за медаль «Золотая звезда», орден мужества или медаль за отвагу, Георгиевский крест, медаль за храбрость, медаль за заслуги перед Отечеством. В карточках указано, как рассчитывается поощрение. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки предупреждает об опасности тонкого льда. Он становится причиной несчастных случаев. Зачастую риску подвергаются дети, гуляющие вблизи замерзших водоемов, без присмотра родителей. Нельзя отпускать детей на лед. Нужно соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами. При вынужденном переходе придерживайтесь протаренных троп. Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. Администрация Красноглинского района продолжает рубрику «История Красноглинского района». Речь идет о крутых ключах, которые были переименованы в начале 1800-х годов в крутой хутор. Проходившая рядом Семейкинская дорога удобно связывала хутор с Самарой. Сразу за дорогой на восток простиралась широкая холмистая степь, покрытая ковылем. Недалеко от хутора были расположены болотистые места, изобилующие рыбой и дичью. Во второй половине 18 века основным занятием жителей хутора было хлебопашество и овощеводство. Летом они трудились на полях, выращивали овощи и возили продавать на рынок. Взамен покупали товары и продукты. Близость дачной местности Барбошиной поляны служила некоторым подспорьем для жителей хутора, давая возможность продавать дачникам молоко, яйца и другие сельскохозяйственные продукты. С наступлением навигации некоторые мужики отправлялись на Волгу, где нанимались грузчиками на судно и пристани, вступали в воробловецкие ватаги, впрягались в бурлатские лямки. Продолжение истории можно узнать в телеграм-канале Красноглинского района.